Новая работа Никиты Михалкова «Утомленный солнцем предстояния» выходит на широкие экраны. Спустя 16 лет после выхода первой части легендарной оскароносной драмы. Это первый фильм, чья премьера прошла в Кремле. В картине приняли участие не только Никита Михалков, его дочь Надежда, Олег Меньшиков, но и Виктория Толстоганова, Сергей Маковецкий, Евгений Миронов, Дмитрий Дюжев и не только. Отмечу, что продолжение знаменитой картины Никиты Михалкова – это эпическая идеология, то есть два самостоятельных полнометражных фильма «Утомленный солнцем предстояния» и «Утомленный солнцем цитадель». Первый расскажет зрителям историю бывшего комдива Котова, которого в 30-е годы несправедливо осудили как врага народа. По официальным документам он был расстрелян, но чудом выжил и был отправлен на войну обычным рядовым бойцом штрафбата. На съемках фильма Никита Михалков одновременно выступал в роли актера и в роли режиссера. Как отмечают все артисты, он отлично совмещал оба дела. Никому не давал советов, как и что играть. Артисты сами во время съемок договаривались, что и как будут делать мизанцены. Процесс создания фильма «Утомленный солнцем предстояния» от замысла до завершения занял у создателей 8 долгих лет. В фильме есть много эффектных эпизодов. В частности, сцена бомбежки немцами баржи с мирными жителями, сцена взрыва моста сотнями людей, сожжение деревней, конечно же, потрясающая игра актеров, рассказывающих каждый свою историю войны. Смотрите в кинотеатрах самую долгожданную отечественную премьеру, которая при информационной поддержке Авторадио выходит в прокат в преддверии Дня Великой Победы. Ольга Калиниченко, Александр Муштаков, Дмитрий Волынкин. Авторадио. Москва.